Россияны в непростых экономических и политических условиях посоветовали готовиться к повышению стоимости квартплаты. По мнению экономистов, коммуналка подорожает примерно осенью на 50%. В конце 2021 года правительство установило пределы роста квартплаты на 2022 год. Стоимость услуг должна была увеличиться не более чем на 6,5%. Сейчас на оплату ЖКУ граждане тратят от 10 до 40% семейного бюджета. Для того, чтобы расплатиться с коммунальщиками, многие вынуждены брать кредиты. Почему тарифы постоянно растут? Как сэкономить на ЖКУ? Отразится ли повышение тарифов на качестве услуг? Эти вопросы наша съемочная группа задала жителям Твери на главной улице города. И вот, что нам они ответили. Сколько вы сейчас платите за услуги ЖКУ? И соответствуют ли они, как вам кажется, предоставляемые услуги, качества? Ну, где-то тысячи три с половиной. Плачу в месяц, и, по-моему, соответствует. А вы готовы, ваш семейный бюджет, к тому, что могут быть повышены тарифы? Ну, не совсем готовы, зарплаты не повышаются. Я плачу, не смотрю, что я плачу. Я просто плачу и все. Я сейчас зарабатываю достаточно, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Если будут какие-то повышения на цен продуктов, то есть пока что все еще на уровне нормальной стабильности. То есть пока что ничего такого не происходит ужасного, по моему мнению. Ну, я, конечно, понимаю, что у других каких-то семьях сейчас действительно проблемы. Я живу в частном доме, и поэтому я как бы всегда минимизирую это. То есть какие-то обогреватели, стараюсь поменьше открывать окна. Все-таки настала пора немножко, наверное, ужиматься в наших расходах. Надо понять, где можно сэкономить. По крайней мере, мы уже в своей семье задумались о том, где сэкономить. Да и на работе уже. И с бумагой экономим, электричество выключаем. Что делать? Вся страна в таких непростых и экономических, и политических условиях. Поэтому я думаю, что экономия должна быть экономной. Это еще не мы придумали. До нас не самые плохие времена Союза Советских Социалистических Республик. Ну, к сожалению, тепло не отключишь на коммунальных, не сэкономишь особенно на услугах. Ну, поменьше будем покупать чего-нибудь вкусненького. Предлагаю всем не включать лишний свет, экономить электроэнергию. Да, допустим, не сидеть всем в пяти комнатах одновременно, собраться всем в одной комнате, налить чаю аппетитного какого-нибудь с облепихой. Мы будем вынуждены экономить. Просто экономить и все. Эта задача максимальная – просто перетерпеть.